Надзорному спруту отрубит щупальца Надзорному спруту отрубит щупальца Дмитрий Медведев настраивает регуляторную гильотину коммерсант от 15 января 2019 года 19 часов премьер-министр Дмитрий Медведев предложил реализовать так называемый механизм регуляторной гильотины для избавления бизнеса от излишних требований уже к февралю следующего года Под нож пойдут устаревшие моральные и технические требования закрепленные более чем в 9000 нормативных актов В Минфине уже оценили, что реализация данной модели сократит регуляторную нагрузку на бизнес вдвое Как сообщил в ходе выступления на Гайдаровском форуме глава правительства Дмитрий Медведев для реализации экономического прорыва должна существенно снизиться нагрузка на бизнес наиболее страдающих от регулирования сферах транспорта, экологии, промбезопасности, ветеринарии, санитарно-эпидемиологическом надзоре Освободить предпринимателей в этих сферах от избыточного газконтроля Белый дом собирается с помощью механизма регуляторной гильотины Напомним, такой метод упоминается в проекте основных направлений деятельности правительства до 2024 года, Антп Однако в них обсуждался пересмотр всех обязательных требований, принятых до середины 2010 года С.М. Твердый знак от 12 сентября 2018 года Сегодня же премьер-министр, рассказывая о работе гильотины, этого порога не упоминал, что дает бизнесу надежду на более широкое ее применение Все ранее действовавшие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, автоматически утрачивают силу Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований, пояснил глава правительства Включить гильотину он предложил с таким расчетом, чтобы к 1 февраля 2020 года все требования к предпринимателям соответствовали современным реалиям и разумности контроля Дмитрий Медведев рассказал, что накануне форума провел совещание с участием всех руководителей контрольных и надзорных органов Участники которого согласились с необходимостью ревизии требований к бизнесу и созданием специальной дорожной карты Почему президент Владимир Путин предложил продлить надзорные каникулы Нынешние требования к предпринимателям заключены более чем в 9000 нормативных актов Часть из них морально и технически устарела В качестве курьезного примера господин Медведев привел требования санитарно-эпидемиологического регулирования к организациям общественного питания Это требование о проверке высоты смеси яиц при приготовлении омлета Причем это дословно звучит таким образом При приготовлении омлета смесь яйца с другими компонентами выливают на смазанный жиром против винили порционную сковороду слоем 2,5-3 см Ставят в жарочный шкаф с температурой 180-200 градусов на 8-10 минут Иначе жарить нельзя Просто пометь о себе, если кто планирует заняться этим видом деятельности В свою очередь, как пояснил глава Минэкономразвития Максим Орешкин, не всегда законодательные требования, предъявляемые бизнесу, направленные на обеспечение безопасности Если ранее требования строились от требований ведомств пожарной инспекции, например, то теперь они будут классифицированы по видам бизнеса ресторанный, отельный и т.д. Новый порядок, по ожиданию министра должен не только упростить ведение бизнеса, но и ускорить рост малого и среднего предпринимательства По оценке первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Реализация механизма регуляторной гильотины сократит число обязательных требований к бизнесу вдвое Татьяна Гришина